и собственно сама сборка значит сначала хочу продемонстрировать поверхности цилиндров в блоке то есть я ранее говорил что не побило мне гильзу то есть это второй цилиндр значит давайте посмотрим значит я хочу сразу же обратить ваше внимание на некий такой переход вот здесь вот будет хорошо видно вот с этой вот стороны то есть с одной стороны там есть как бы приработка с другой стороны нет то есть так понимаю здесь находилась и находился замок кольца это дополнение к тому что я рассказывал ранее то есть когда поршень контактировал с головкой он ну нарушалась то есть контакт колец с цилиндром то есть их сбивала и из-за этого получилось получался перегрев значит в остальном цилиндр у меня не пострадал здесь вот есть что-то похожее на ну такие царапины но не царапины до такой что-то вроде задира так но надо отдать должное я не знаю повезло ли это мне или это супротек мне помог но и рукой я здесь ничего не ощущаю то есть никаких повреждений нет на глаз видно что здесь какой-то задир ну как задир то есть поверхность отличается от другой поверхности то есть вот она туда дальше идет но при этом цилиндр целый дальше идем дальше первый цилиндр то же самое у него то есть картина то же самое потом третий цилиндр 3 кстати самый менее пострадавший был из всего так теперь четвертый цилиндр то есть что здесь есть такое ну и теперь все то же самое только с другой стороны я покажу то есть вот он первый цилиндр даже вот так вот нужно опять же таки я здесь ничего пальцем не ощущаю дальше злополучный второй цилиндр ну второй цилиндр с этой стороны вполне вполне неплох то есть дальше третий цилиндр у нас который самый менее менее и опять таки четвертый я все это показываю к тому что ну обязательно будешь в комментариях вопрос то есть что случилось с цилиндрами там помог не помог супротек но я скажу так я не знаю помог супротек или нет я говорю по факту вот они здесь как повреждения что-то такое что я не ощущаю на ощупь пальцем абсолютно никак то есть я ничего не утверждаю вот и делайте сами поршневая то есть два поршни я уже собрал два еще нужно собрать я должен сделать здесь соковки потому что днище поршня здесь плоская соответственно вот то если кстати поставить штатный распредвал сюда доставать ничего до поршня не должно но маленький запас должен быть все таки значит я собираю сразу все четыре поршня ставлю и должен их нанести циковки что я покажу чуть позже значит что я хочу заметить значит по отличиям значит по отличиям здесь вот на этом поршне два отверстия для стравливания ну сбора масла с стенок цилиндров то есть он она сквозну на сквозь они друг на друга смотрят то есть с одной стороны 2 с другой стороны 2 на этом поршне на старом тоже самое то есть он они там два отверстия это первый момент второй момент значит здесь у меня были поршни вот они здесь у них указывался размер 83 98 так я зазор делал пять соток указывал но там они на самом деле немножко износились там не именно вот этот вот был размер там по-моему сотки на 3 был он меньше то есть не 98 даже не на 3 где-то на две наверно то есть он был меньше тепловой зазор пять соток я делал здесь поршни они ниже по высоте и здесь у них размер указан вот он 83 955 то есть фактически то же самое что и те поршни и тепловой зазор 0 0 0 0 45 то есть четыре с половиной сотки но в любом случае у меня уже блок расточен то есть тепловой зазор на новых поршнях должен быть ну больше пяти соток я думаю суток 6 как минимум он здесь будет вот конечно не сильно хорошо но с другой стороны то есть выхода особого нет да и к тому же это влиять будет на большой ресурс ну а я что-то сомневаюсь что это двигатель будет там 300000 ходить у меня вот то есть ну и соответственно запас по теплонагруженности а запас по теплонагруженности то есть по расширению здесь обязательно должен быть потому что здесь как я уже показывал ранее видео есть специальные вставки вот они для упрочнения поршня а здесь на этих литых поршнях такого здесь нету по крайней мере ну по конструкции вообще вот фирменные поршни бомбы именно с этого двигателя когда-то нас смотрел человек не привозил там по моему были вставки но так как это по лицензии мопардовские тут я такого не наблюдаю хотя может внутри что-то влито но все сомневаюсь обычно если есть вставки упрочнения то есть их видно что там именно как железо кусок торчит и конечно же небольшой экскурс сравнение я хочу продемонстрировать вот что насчет я специально здесь подобрал несколько поршней ну первый экземпляр это стандартный поршень 82 миллиметра снивы по-моему это даже 82 и 4 где-то тут у него размер был в общем неважно очень 82 миллиметра нивовский поршень так вместе естественно с пальцем то есть по система единственное что без стопорных колец и без поршневых колец этим я уже пренебрегаю потому что они на все поршни мне есть так первый экземпляр дальше то что у меня было на моей на моем 1 и 9 то есть она это треснутый поршень тоже без колец но то есть вот он с пальцем со всеми делами кстати поршень надо заметить где-то я тут видел вот он там мале написано ну или как я люблю их называть махле так что поршень такие действительно хороший дальше поршень который я поставил точнее поршни которые я поставил то есть вот он новый мопардовский поршень тоже вместе с пальцем и я как-то ранее показывал одно видео где делал 1.8 на основе 21.06 блока установив туда коленвал с надежды ну то есть 84 миллиметра и вот такие вот поршни с audi 82 миллиметра на audi с двигателя которого этот поршень я взял это пятицилиндровый десятиклапанный двигатель он идет изначально там 81 или 81 с половиной короче 82 это ремонт вот с таким вытеснителем и плоским нищем что для в нем не большинство volkswagen of характерно так поэтому они были выбраны очень видео будет ссылка в описании как я собирал этот двигатель значит и из пяти поршней соответственно у меня один остался значит все эти поршни они были установлены на жигулевский двигатель причем вот эти я тоже размещу ссылку описание как-то на него человеку собирал двигатель набора степень жатия у нее была низкая вот с такими вот поршнями то есть все это дело ходила эти кстати поршни тоже выходили если бы я бы сделал взор верный значит теперь самое интересное давайте прикинем по весу значит прежде чем всякие параметры значит приводить давайте возьмем эталон это него поршень вот мы его ставим на весы ну то есть он нам показывает 456 грамм там точка стоит так это же граммы до граммы вот то есть ну скажем это будем от этого отталкиваться то есть это стандартный жигулевский поршень так теперь мы взвесим поршень который у меня был ну то есть тоже с пальцем то есть их вместе с пальцами вешаю 466 но фактически на 10 грамм эти поршни тяжелее но те 82 эти 84 так но разница как бы не сильно большая теперь поставим поршень который я поставил поршни и мы видим что он весит всего 415 грамм то есть разница в весе вот этот 415 него поршень с пальцем 456 то есть фактически на 40 грамм этот поршень легче несмотря на то что он в диаметре восемьдесят четыре миллиметра то есть он больше тем не менее он легче ну и естественно аудюшный поршень значит аудюшный поршень отличается от всех остальных если здесь везде 22 миллиметра палец здесь 20 миллиметров он весит 429 грамм ну то есть он чуть легче жигулевского вот ну тяжелее немножко бмвшного 82 миллиметра кстати можно на шестерочный блок ставить 81 вот такие вот поршни с этого двигателя но я постараюсь в описании разместить точно с какого-то двигателя но не обещаю потому что это было давно я помню что audi 5 цилиндров 10 клапанов значит теперь то есть ну по весу я показал чё и как теперь самое интересное давайте сравним другие параметры то есть я это специально показал к тому что вот эти вот поршни они помимо того что в диаметре больше но они легче и плюс по общей высоте если сравнить то они чуть чуть ниже то есть если есть вероятность установить некий ну какие-то ну какие-то параметры что есть возможность что поршень будет задевать противовесы о коленвал хотя такого нету на 84 коленвале с ну коленвалу с надежды то тут запас есть то есть он даже не выходит из блока вот этот вот поршень они не выходит из блока в нижней мертвой точке некоторые жилёга жигулевские выходит то есть юбка у них выходит так на не это самое главное самое главное здесь другое значит давайте обратим внимание вот на какие параметры сейчас секунду я поставлю так чтобы он никуда не катался меня интересуют параметр жирового пояса величина то есть но штанген я беру теперь я заменю измеряю ну тут 76 он не показывает ну я думаю 7 с половиной то есть там учесть нагар и все остальное плюс ну да вот семь с половиной должно быть то есть семь с половиной миллиметра высота жирового пояса значит вот эти вот поршни откровенно говоря не сильно удачно они получились потому что я здесь сделал про точкой рассказывал в предыдущем видео чтобы он заходил в головку вот и из-за того что у меня блок фрезерованный то есть и от чего все это дело себе это на стандартный блок поставить вопросов бы не было но он у меня изначально фрезерован у меня получилось величина ну то есть общая величина жирового пояса здесь тоже ну считай семь с половиной миллиметров но здесь именно то что по контакту она меньше то есть пять с половиной считать так дальше теперь самое главное бмв-шный поршень то есть то что я хотел изначально но скажем так пожалуйста купить значит здесь жировой пояс у него вот 8 миллиметров ну десятка это уже я не считаю я округляю всегда в меньшую сторону то есть 8 миллиметров он значительно выше чем остальные поршни то есть за счет при этом это говорит о том что у него запас по теплонагруженности по нагрузкам ощутимо выше чем у тех поршней причем хочу заметить что именно вот этот вот поршень это мопард значит они выпускают ну как я уже говорил то есть это не фирма вот это производство турция этот малешная то есть выкупил амоле там за лист свое оборудование и все остальное это турецкий поршень так в оригинале вот этот же поршень если купить именно оригинал колбен шмидт который стоит на бмв то величина жирового пояса у него будет 9 миллиметров мопард они идут немножко занижены ну то есть считается что их он берут на двигателя которая уже с пробегом то есть там фрезеровал фрезеровали допустим там блок головку там туда-сюда то есть чтобы компенсировать вот эти вот все расхождения плюс там может шатун немножко изношенный его делают на миллиметр ниже то есть оригинальный колбен шмидт еще имеет больше термозапас но как я уже говорил ранее нельзя купить именно колбен шмидт поршень просто поршень идет вместе с кольцами стоит очень дорого но там просто нет никакого смысла и аудюшный поршень опа так это палец у меня выпал значит аудюшный поршень он имеет с одной стороны но такой вытеснитель то есть его можно вообще вот эти поршни и выбирал из-за того что этот вытеснитель можно на токарном станке его проточить убрать абсолютно будет плоский поршень соответственно нанести цикловки ну либо оставить вытеснитель в зависимости от того какую степень сжатия вы хотите сделать ну соответственно меряем там где нету вытеснителя то есть на нулях смотрим ну здесь 7 и 8 ну 7 и 9 то есть вот эти вот поршни почему я собственно и остановил выбор именно на этих поршнях то есть это аудюшный поршень и бмвшный потому что они имеют вес меньше то есть ниже жигулевского поршня но тем не менее по конструкции по всем параметрам они имеют запас прочности побольше вот единственное что аудюшный поршень он если так сравнить их поставить один с другим и посмотреть от центра пальца ну конечно так на камеру я не покажу то есть аудюшный он чуть-чуть у него юбка выше на самом деле когда я примерял то аудюшный поршень не считая вот этого вытеснителя он по параметрам по капрессионной высоте по даже величине юбки он абсолютно такой же как жигулевский был ну очень близок к этому но из-за того что у него там есть вытеснитель плюс юбка такой конструкции то есть здесь есть про . здесь нету вот эти поршни оставил шестерочный блок с коленвалом 84 миллиметра но соответственно встречи раз говорю видео ссылка в описании еще и как это было подробно и все остальное на счету я все это к чему показано просто наверняка же интересно будут будут спрашивать а чего чего сколько весит и если смысл и тому подобное значит по бюджету естественно бюджет вот эти вот поршни 6 штук на сегодняшний день сегодня у нас июль 2016 года они мне обошлись в 6000 гривен ну то есть тысяча гривен за пошли но они идут комплектом и кольца на 4 цилиндра обошлись мне еще 1420 ну в общем за все я отдал считай 7 с половиной но если так это чуть больше чем вот 7 с половиной можете посчитать по курсу в общем если так округлить то по нынешнему курсу это 300 долларов то есть комплект на двигатель но опять же таки было бы дешевле если бы можно было купить 4 поршня они все 6 значит но можете собственно посчитать то есть что дешевле и что выгоднее то есть покупать какие-то ну тюнинговые кованая поршня неизвестно какого качества я не хочу никого бить я лично не держал никогда в руках вот этих вот тюнинг их кованых поршней которые ставят на разные тюнинг и двигателя на вазах в россии ни разу в жизни меня такого не попадалось ни нового не бушного никакого поэтому за качество я ничего говорить не буду то есть ну как бы никого не хочу обидеть но вот у меня лично вот при выборе покупать какой-то а-ля кооператив что-то такое даже пусть она будет не очень хорошее или вот подобные поршни серийного производства то у меня лично выбор останавливается вот на этих поршнях то есть это уже гарантированно что отличные поршни и ходить будут хорошо то есть если выдержать сеть за зазор и тому подобное также в догонку ко всему вышесказанному вот этот вот поршень малешной если бы вот сейчас покажу здесь гуляет вот он треснул так вот она трещина и где-то я тут его как-то так вынимал что он почти вынимал вот я его рукой так напрягая вот он то есть он не развалился только благодаря вот этим вот вставкам упрочняющим ну к сожалению тут такого на этих поршнях нет то есть ну если сравнивать то есть вот эти поршни допустим еще дешевле будут вот ну либо аудюшные надо узнавать то есть тут так кстати тоже металлические ну вот эти вот упрочнительные вставки жесткие то есть если выбирать между каким-то кованым поршнем пусть даже офигенным американским поршнем и вот таким вот литьем я всегда свой выбор остановлю вот на таких поршнях потому что даже при условиях того что он молотил обголовку там и был обалденнейший перегрев и все остальное эти поршни не рассыпались не разбили блок и в общем если вовремя увидеть то ничего не случится поэтому однозначно ему я я лично рекомендую вот это проверенный вариант подобные поршни поршневая стоит в блоке то есть я собрал все без колец естественно чтобы нанести цыковки то есть на двух поршнях я цыковки уже нанес на двух остальных я еще не нанес значит весь процесс нанесения цыковок я показывал как-то в одном из роликов ранее значит я просто напомню что у меня все такая головка это 2105 была головка я ее срезеровал на 3 миллиметра для того чтобы ну максимально выбрать высоту и вот такие две у меня есть фрезы вот на впуск у меня идет 39 то есть клапан 37 я фрезу и 39 делаю то есть ну чтобы компенсировать там разные люфты все остальное и выпуск выпуск идет у меня 33 фреза то есть а так 31 по моему 8 там выпуск и собственно окна пропиленные чтобы наблюдать как именно происходит процесс значит теперь по поршням по их установки расположения я думаю уже обратили внимание на то что поршни они стоят у них есть небольшой недоход до верхней мертвой точке кстати я не сказал ранее я вот таким фиксатором фиксирую коленвал от проворота то есть его поставил и делаю соответственно цыковки значит теперь более детально о недоходе то есть вот он у меня штанген сейчас секунду одну руку а мне не сильно удобно то есть но он здесь показывает 132 но это не совсем верные параметры сейчас объясню почему 17 ну давайте здесь примерим значит почему это не совсем верные параметры потому что поршень находится сейчас в любом случае я меряю во первых по поршневому пальцу ну вот 1 и 2 то есть порядка чуть чуть больше миллиметра у него не доход так вот здесь 10 значит почему такая разница дело в том что в любом случае сейчас поршни стоят без колец без ничего значит зазор у них в любом случае есть то есть вот он он немножко в цилиндре если наверно вот он имеет небольшой люфтец и соответственно естественно то есть шатуном он немножко играет в одну другую сторону счет недоход здесь чуть больше одного миллиметра прокладка ну я использую здесь старую прокладку металлопакетного для того чтобы соблюсти высоту эта прокладка кстати сейчас даже замерю 1 и 4 миллиметра по моему вот если и вот так вот промерить ну вот один 50 нет вот я извиняюсь 1 и 3 она должна быть то есть 1 и 1 считай здесь 1 и 3 прокладки это получается уже 2 миллиметра с небольшим хвостиком ну и головка которая имеет здесь тоже небольшую ступеньку то есть где-то два с половиной миллиметра здесь гарантированно должно быть ну и плюс на все расширение на все то есть зазор должен быть как минимум два с половиной миллиметра значит важно заметить здесь следующее где эти поршни вот они поршни они вот эти вот поршни они по высоте меньше чем штатные естественно жигулевские и даже те бмвшные которые у меня были и вопрос в том что задевали старые поршни у меня не потому что совсем там зазора не было как я же говорил там был миллиметровый зазор но задевали они потому что в цилиндре он имел вот такой вот ход на перекладке собственно это и являлось тем что он задевал о головку поэтому раз миллиметра было мало я уже решил сделать с небольшим запасом то есть минимум два с половиной миллиметра здесь должно хватить естественно степень сжатия ну из-за этого немножко пострадала но в любом случае то есть здесь уже идет расчет на надежность кстати говоря что насти на ношение вот этих циковых сразу же кстати я скажу что из практики сколько я проверял на развесовку это не влияет то есть снимается к одинаковое количество материала то есть там разница может быть там в 10 грамма что в данном случае все в норме это первое второе объем вот этих вот циковок он все равно небольшой и степень сжатия сильно понизить ну так чтобы существенно конкретно нельзя поэтому на расчет в расчетах этим делом можно первично пренебречь потому что здесь очень маленький объем то есть степень сжатия колебаться будет в очень очень незначительных пределах ну вот она готовая поршневая уже с циковками и по итогу после всех дел у меня осталось а еще четыре поршня на еще один двигатель дело в том что комплект этих поршней 6 штук на бмвшный двигатель поштучно именно мопардовские не продаются я взял только четыре комплекта колец на 4 поршня поршни пришлось взять комплект то есть у меня было два я взял еще 6 штук и того 4 я себе взял и 4 у меня осталось далее кольца то есть вот на один поршень и здесь уже мы здесь уже точнее установили кольца так значит кольца я использую вот такие вот м е раньше это были кольца sm потом они были mpr евро сейчас они м е то самое живучие кольца значит собственно чем их отличие это наборные маслосъемные кольца также ну вот второе кольцо но здесь почему-то нету надписи топ хотя должна быть потому что здесь есть такой небольшой сейчас я покажу буртик вот я думаю более менее видно вот он этот буртик так и второе первое точнее кольцо компрессионное здесь вот есть топ на нем написано то есть вверх она имеет своеобразную конструкцию здесь таким такой проточкой то есть вот эти вот самые ходимые кольца плюс цена они дешевле чем оригинал этом колбан швид и или male также приспособление для запасовки колец то есть для монтажа и для установки в цилиндр я уже процесс этот показывал неоднократно в предыдущих роликах поршни я установил но все как я показывал в предыдущем видео единственное что в предыдущем видео забыл показать это моё упущение это о различиях положения верхней мертвой точки значит я хочу продемонстрировать я поставил сюда индикатор индикатор чтобы найти положение нужно ставить желательно в центр поршня то есть ну самая маленькая погрешность это которая может быть значит теперь давайте я вам продемонстрирую то есть маховик соответственно индикатор на так стану чтобы более менее я надеюсь было бы было бы видно то есть вот он в одну сторону идет другую то есть эти его кручу все время вот в одну сторону об она ушло об ушло так ну и теперь соответственно давайте найдем вот эту самую верхнюю точечку вот она вот где вот его назад чуть-чуть возвращаю то есть вот 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 оп вот она вот это вот . теперь идем и смотрим что у нас получилось и здесь значит здесь у меня крышка я рассказывал ранее она у меня стоит под датчик положения коленвала чтобы в будущем сюда поставить электронику значит вот он прилив шкив соответственно так с гасителем крутильных колебаний но значит что я хочу показать значит вот здесь вот наглядно будет видно заводская метка ну такое углубление в ну вот этой насечки так здесь я пропилил надфилем свою метку но я его пропилил на самом гасителе то есть на маховичке вот этом маленьком и получается что расхождение по меткам ну то есть видно что здесь разница вот на всем на том что есть ну миллиметра 2 как минимум даже 3 наверно по центрам вот это вот к сожалению вот это вот и есть в основном на 90 процентов причина когда ну вот люди рассказывают то есть я поставил все по меткам регулируемой звездой поставил вал по метке к распределительный даже стандартный отрегулировал поездил я вал сместил куда-то там вперед или назад им автомобиль поехал лучше то есть и вал нужно соответственно смещать относительно метки крутить там вперед или назад то есть на самом деле не распредвал нужно крутить вперед или назад нужно проверять совмещение меток и есть и поставить по штатной метке отрегулировать распредвал соответственно у вас вся система будет стоять с каким-то искажением если вы распредвал провернете допустим вперед то есть вам будет казаться что вы его вперед там куда-то провернули там на коэнное количество градусов на самом деле вы его правильно поставили либо назад на самом деле он станет в правильное положение и действительно двигатель начнет работать нормально то есть весь смысл всей установки в том чтобы определить положение коленчатого вала то есть как мы в каком положении находится здесь поршень то есть это уже дело сотая или двухсотая здесь нужно разметить именно относительно положение коленвала чтобы можно было относительно чего-то регулировать распредвал то есть ставить его по метке либо ставить ну то есть его в перекрытие либо Либо в запаздывании, либо в опережении. Но чтобы точно понимать, относительно чего вы это делаете. Так как поршни у меня уже другую конструкцию, а не ниже, то есть головку мне пришлось срезать на 1 мм. Здесь осталась небольшая вот такая вот ступенька. Если быть точным, то, допустим, мы ее замерим. Ну вот, она у меня 0,5 мм. Но опять же-таки 0,5 мм она была сделана здесь, 0,40 с чем-то. То есть она не параллельно была сделана здесь, 0,7. Но это скорее я, наверное, неправильно замерил. Хотя, может, там углубление. Ну, в общем, чтобы ее выбрать полностью, то есть это сложно. То есть они так проточены. У меня сразу человек, когда их протачил, сказал, что я тебе параллельно все не сделаю. Но это, в общем, не важно. Я снял миллиметр с головки для того, чтобы увеличить степень сжатия. Также я здесь сделал, хочу заметить, вот они. Уши, так называемые, для улучшения наполнения, я до этого их не делал. Ну, в общем-то, я посчитал теоретически, что, в принципе, я делал ставку на то, что лучше увеличить немножко степень сжатия, чем делать эти уши. Так как я считал, что они не дадут того прироста, который я хотел. Но, сравнивая с двигателем с 1,45 и том, как оно вообще эксплуатилось, я пришел все-таки к выводу, что уши лучше сделать. Так, все равно уже здесь степень сжатия мега большой не получится. Значит, сразу скажу, расчетная степень сжатия из того, что я рассчитывал со всеми цыковками и теми поршнями, она должна быть где-то 11,5 геометрической. Ну, если быть точным, то 11,6-11,55. Но я на практике знаю, что степень сжатия в любом случае будет меньше от расчетной. То есть, я так предполагаю, стабильно 11 единиц здесь должно быть. То есть, это под нормальный 95-й бензин. Ну, естественно, я его и на 98-м буду пробовать гонять. Но такой разницы уже сверху, как на 1,45, здесь быть не должно. То есть, степень сжатия здесь, ну, скажем, как на штатном, современном двигателе должна быть. В остальном головку я ничего не делал. То есть, я ее сейчас просто протру тряпкой. Ну, продую, соответственно, я уже ее предварительно продул. Почищу здесь вот остатков герметика и все остальное. Ну, и соберу. То есть, клапана и пружины у меня стоят. Я их разложил в пуск и выпуск в предыдущем видео. Ссылка в описании. Можете более детально. Я там описывал процесс, что я изготавливал тарелочки, что пружины эти с BMW M70, которые V12. Я их подгонял по высоте, потому что немножко по-разному посажены в пуск и выпуск. Из-за этого я тарелочки делал немножко с разным, ну, не распуском, а положением сухаря, будет правильнее сказать. Ну, и в остальном, то есть, в принципе, головку я ничего с ней не делаю. То есть, только срезал. Хочу, кстати, заметить, что качество фрезеровки, то есть, я ее не шлифовал, хотя здесь должен быть металлопакет. Ну, вот сразу хочу заметить, то есть, качество, например, поверхности. Вот здесь вот будет видно, наверное, получше. То есть, да, видно, что это фрезеровка. Но частота поверхности очень хорошая. То есть, тут никаких, ни о каких зазубренных речи не идет. То есть, ребята делают у нас здесь нормально, причем это именно фрезерный станок. И получше фрезеруют, чем даже на некоторых зарубежных автомобилях, точнее, двигателях, когда я показывал не раз при разборке, что там такие борозды, что можно вот так вот ногтем елозить. Вот. Поэтому вот этой вот такой поверхности, то есть, качества хватает вполне как для металлопакета, так и, естественно, для обычной прокладки. Но здесь должен быть металлопакет. Да, также не забывайте следить за масляным каналом, когда срезаете головку сильно. То есть, в данном случае я ее срезал от штатной величины всего лишь на 1 мм. И здесь вот проточки вот этой вот почти не стало. Там все равно есть подача давления, то есть, вон он канал, то есть, там все есть. Вот. Но иногда бывает на некоторых головках там по-разному, и бывает так, что вот этот канал становится очень маленьким. То есть, ему нужно здесь делать дополнительное углубление. То есть, на это обращайте внимание всегда. Теперь один из интересных моментов – это прокладка головки металлопакет. Меня часто спрашивают, где, что я беру и тому подобное. Значит, до этого я рассказал, что я использую металлопакеты. Вот они, это Fritex. А в этот раз я купил пару прокладок. Как бы всегда брал у Рома Лазового. Вот я у него все запчасти беру. Ну, кстати, да, считайте, это небольшой рекламой. Мне несложно, потому что парень нормальные запчасти достает и, в общем-то, удобно отправляет. Но дело не в этом. То есть, вот она прокладка. Ну, вроде бы с виду то же самое. Так? Но, значит, давайте посмотрим на упаковку. Вот эта упаковка, вот такой кулечек. То есть, Fritex, он на картонке идет. Это в кулечке было. Беларусь, центр машиностроения, ВБЦМ. Прокладка головки. Вот, Беларусь, город Дзержинск, улица Фоминых или Фоминых, дом 9. Помещение 6. Телефоны. Вот, сделано в Республике Беларусь. И так далее. Так что, ребята, товарищи беларусы, молодцы. Уважение. И, кстати, всем остальным, пожалуйста, можете напрямую обращаться. И спрашивать. Вот номер, кстати, все остальное. Можете сделать стоп на видео. Посмотреть все вещи. Значит, и вот здесь вот на прокладке есть вот такие вот элементы. То есть, вот БЦМ. Ну, правда, я верх ногами показываю. Но не столь важно. Значит, минусов в этой прокладке я никаких не нашел. Кстати, сразу же сделаем небольшой замер. Где там мой штанген? Так, ну, две сотки, это ладно. Ладно, значит, вот эти прокладки фритексовские. 84 они здесь у меня всегда были. Ну, вот, да. То есть, 84. То есть, замеряем эту прокладку. Главное, чтобы она меньше не была. Ну, четко. 84. То есть, в плане качества продукции никаких вопросов нет. Минусов, как я уже говорил, никаких я не нашел. Но один плюс, все-таки, именно плюс я заметил. Дело в том, что фритексовские прокладки, я уже показывал в предыдущих видео, они идут на такой картонной основе, замотанной, ну, в общем, стрейчем этим обтянутой. Вот эта прокладка идет вот в такой вот бумажке. И плюс в том, что вот эти фритексовские прокладки, с одной стороны, они, падлы, все время прилипали к этой картонке. Я не могу просто по-другому сказать. Я все время их потом, перед установкой, растворителем, я их очищал, вот эти вот мелкие кусочки картонки, краски там. Ну, так как оно совершенно не нужно мне в уплотнении. Вот эта прокладка идет в кулечке, и, соответственно, никаких вещей, то есть ничего к ней не прилипает. Ну, и, соответственно, возни мне намного меньше. Поэтому в этом плане белорусы молодцы, уважение. Но при установке прокладки возникли некоторые сложности. Дело в том, что ранее в видео я рассказывал, что подобные прокладки перед установкой нужно всегда ставить на место. То есть, ну, у меня одна направляющая, здесь у меня вторая была, но это не суть важно. И всегда смотреть вот эти вот места, чтобы они нигде не упирались ни в головку, ни в блок. В частности, в головку вот эта вот не упирается сверху почти, вот эта вот упирается в головку. Там такая поверхность у меня на головке, то есть вот она головка, она у меня срезана. То есть вот тут вот как раз поверхность здесь ничего не сделаешь. Так, и при установке на блок всего этого дела возникли сложности в том, что они упирались частично в блок. То есть для того, чтобы это дело ликвидировать, я взял напильник, и мы с батей вот здесь вот такие вот сделали фаски. То есть это одна фаска, вот здесь вот маленькое углубление. Вторая, и здесь вот мы кусочек немножечко спилили. Вот здесь хорошо, наверное, будет видно, вот, более-менее, кстати, вот. Три. То есть вот на такие вот элементы всегда обращайте внимание. Значит, я это показываю не к тому, чтобы сказать, что прокладка там плохая. Но, например, стоял до этого у меня Fritex. Проблем в этом не было. Я даже их прикладывал один к другому, и на Fritex все вот эти вот части, они буквально на миллиметр дальше стоят. Но я не могу сказать, что это там плохо, что это блок производства прокладки. Дело в том, что у меня блок, я уже ранее рассказывал, он срезан на 4 миллиметра. То есть если бы он был штатной высоты, возможно, ничего такого не было. И головка у меня срезана на миллиметр. То есть если бы было бы все по штатному, то, возможно, таких проблем бы не было. Но еще зависит от блоков, то есть разная партия. Поэтому всегда обращайте внимание на такие вещи при установке. Ну и, конечно же, вопрос установки распределительного вала. И касаясь именно этого двигателя. Перед всеми операциями, перед установкой головки, я уже как-то рассказывал в предыдущих видео, я коленчатый вал ставлю в верхнее мертвое положение, ну то есть поршни в МТ 1-4. Я потом коленвал откручиваю на 90 градусов назад. Для того, чтобы все поршни встали в один ряд. Это делается для того, чтобы потом я мог установить сюда распредвал, отрегулировать клапана, вращать его без соединения с цепью. И чтобы клапана ничего не достали. Ну и, соответственно, проверить, как крутится распредвал и все остальное. Значит, по установке в перекрытие. Значит, на системах с компенсаторами, либо с плоскими толкателями, как на восьмерке, там все просто, они всегда в одной плоскости находятся, в одной линии. Здесь же нужно смотреть на, например, по первому цилиндру, на впуск и выпуск. Значит, хочу обратить ваше внимание. Вот сейчас они стоят в закрытом положении. У меня вся система подогнана таким образом, что вот они стоят друг другу параллельно. То есть, если вот так вот штанген, допустим, я приложу, они стоят параллельно. То есть, поверхность тарелочки впуска и выпуска, они друг другу параллельны. На некоторых модификациях бывает такое, что клапан просаженный, или еще какие-то конструктивные разные нюансы, и они стоят на разной высоте. При этом у них даже усилие может быть одинаковое. То есть, если под пружину подложить шайбочки, чтобы выбрать усилие. Но, тем не менее, тарелки находятся на разной высоте. И если между ними какая-то разница, это и есть нулевое положение. То есть, вот сейчас они стоят между собой вровень. Это нулевое их положение. Если между ними, допустим, выпуск ниже на миллиметр, чем впуск, и вот оно стоит в таком положении, это и есть его нулевое положение. То есть, его нулевое положение, перекрытие, будет когда в таком же положении, то есть, чтобы тарелочки были на миллиметр разница по высоте. То есть как есть два клапана, чтобы они были одинаково открыты на одинаковую высоту Далее я устанавливаю распредвал и регулирую клапана Но это я уже не показываю То есть клапана здесь отрегулированы И только после того, как отрегулирован зазор, можно выставить его в перекрытие Потому что если зазор будет не отрегулирован, где-то он будет поджать и где-то будет миллиметровый зазор Соответственно вы выставите неверно Когда зазор отрегулируется, все будет сбито Теперь я лишь демонстрирую Вот она метка Все стоит одно относительно другого И то же самое касается наших тарелок Они с этой стороны стоят Здесь хорошо видно, что они параллельны друг к другу поверхности Из-за пружин этих немножко их видно плохо Ну и соответственно вот оно все в перекрытии То есть вот это и есть положение перекрытия Соответственно можно здесь разметить регулируемую звездочку Как вы можете заметить здесь немножко регулировка Ну вернее старая разметка здесь отличается Причем очень сильно отличается То есть нужно сделать новую метку Для того, чтобы установить поддон Я его всегда в конце установлю Я переворачиваю двигатель Ну и пользуясь тем, что двигатель уже перевернут Я хочу продемонстрировать вот то, о чем я рассказывал По установке прокладки Я сказал, что здесь оно ничего не задевает Ну в принципе оно здесь и не задевало особо Но я здесь небольшой пропил все-таки сделал Там масло просочилось Это только что фильтр мы ставили Там немножко натекло масло Значит это первый момент Дальше хочу продемонстрировать Также вот с этой стороны И вот она, эта заклепка Там видно, что она не контактировала Ну она в принципе Теоретически не контактировала бы с блоком В принципе именно с этой стороны Но все-таки я здесь решил перестраховаться Пожалуй самый яркий момент Будет именно здесь То есть вот она головка И здесь видно, что оно попадает на головку И здесь я, вон видно, четко пропил На блоке такой Ну как сказать Ну конечно так сильно не покажешь К сожалению Вот она последняя четвертая заклепка В принципе она бы здесь блока не задела Вот я после установки После того, как все поставил Прокладка отцентрировалась Я вижу, что она здесь бы ничего не задела Но, как вы понимаете Перестраховаться Ну то есть, а что бы было Если бы она все-таки задела Вот, поэтому в принципе Прокладка нормальная То есть ничего нигде особо не задевает Но вот такие моменты То есть нужно проверять После сборки я двигатель установил Я уже не показывал Не снимал точнее его установку И все остальное Все это есть в предыдущем ролике А также первый запуск Я его только что запускал Он уже немножко прогретый Карбюратора чуть-чуть поднастроил Ну так, ну я имею в виду холостой ход То есть что я там еще мог поднастроить Значит, батя мой за ассистента Санек, заведи его Сейчас давай продемонстрируем Что? Давай, заводи Да-да, давай, давай А теперь слышишь, Ань? Выжмит сцепление Вот, эта коробка, сволочь Воет у меня А движок работает тихо Отпусти сцепление О, коробка Все, глуши Значит, двигатель мы прогрели Где-то градусов до 60 Ну, может там чуть больше Ну, может там чуть больше Нет, то есть чуть больше Где-то 50 градусов Скорее всего мы прогрели Так Значит, надо ему сейчас дать Немножко остыть И потом можно его опять гонять То есть, ну, в принципе Мы только кольца здесь новые поставили Ну, и поршни, соответственно, тоже Но притереться должны именно Сами кольца То есть, соответственно, зажигание Все это нужно регулировать по ходу Значит, хочу сразу же заметить Вы только что сами слышали Как работает двигатель Надо признаться честно Что тепловой зазор На предыдущих поршнях Я дал очень маленький И то, что он стучал Это он, собака, стучал С самого начала Именно поршень по головке Причем именно в момент Его перекладки То есть, не шатуном Он доставал То есть, не по длине Он доходил, стучал А именно, когда вот он Восстанавливался в верхней мертвой точке Вот этот вот режим Момент перекладки Он собака задевал По головке То есть, сейчас, вы сами видите Работает двигатель Очень тихо Кстати, распредвал здесь стоит 780-й На котором я остановился Зазоры я поставил По индикатору Впуск 0,56 Выпуск Где-то 0,59-60 Вот в этих вот пределах То есть, побольше тепловой зазор Ну, естественно, клапана Нужно будет отрегулировать Через небольшой пробег Также я поменял Маслофильтр Я поставил новый Так как у меня Благо их много Понаблюдаем за другим фильтром И Ну, то есть двигатель работает тихо То есть, совершенно по-другому Сами видите Собственно, на этом все Далее нужно хоть немножко Прикатать опять же Кольца и поршни новые К блоку Мы проехали на двигателе И Ну, сразу могу сказать Что двигатель работает Так как и задумывалось изначально Он работает тихо То есть, я слышу Небольшой грохот Ну, где небольшой Где большой Именно от коробки От дороги От ходовой Но не от двигателя То есть, двигатель работает тихо Вот То есть, ну, к сожалению Изначально Поршень доставал до головки Может быть, сначала Не сильно Прямо уж так сильно Но потом, когда разогрелся Поршень рассыпался То есть, ну, к сожалению Косяк есть косяк Вот Сейчас двигатель работает Ну, сами слышали Он нормально работает Тихо Все такое Значит, распредвал Остается пока 780 Из того, что я пробовал 780 Ну, пока мне понравился Именно в этой компоновке Больше всего То есть, на нем И низкие обороты Хорошие И средние То есть, ну, как средние То есть, я, опять же Такие, я проехал всего Там километров 30 И, ну, так В общем-то, плавно Но Движок идет ощутимо Веселее Ну, в общем При сборке двигателя Всегда учитывайте Тепловой зазор И даже не Тепловой зазор Как я уже говорил ранее Чем ниже Поршень Тем больше Момент Вот этот вот Его Перекладки Чем больше его диаметр То есть, соответственно Если поршень Высокий Диаметр его маленький То даже при большом зазоре Вот этой вот Перекладки У него там немного Если поршень Диаметр его больше И, соответственно Высота меньше Соответственно Вот это вот Влияние То есть, вылет Одной и второй части Соответственно, больше И, ну, в общем Может задеть обголовку А у меня на этом все. Благодарю за внимание.